При это дальше сегодня буду рассказывать о книге Сэйси Ногон «Записки и узголовья». Замечательная же вещь, но как она была написана в своей ряде. В далёкие-далёкие годы в Японии императрицы принесли множество чистых тетрадей с чистыми листами. Та правого слова не знала, куда их придёт способить, к какому делу присовачить. Но тут рядышко у неё находилась её придворная дама, чьё имя до нас, к сожалению, не дошло. Известно только, что она была из очень древнего рода Киёвара, и его ещё называют и Киёхара. А Сэйси Ногон – это её дворцевое прозвище, так её прозвали. Итак, эта девушка очень любила писать, и императрица подарила эти тетради ей. Так начали создаваться «Записки и узголовья». О названии. Как оно появилось? Появилось оно уже после создания книги. И вот почему. Дело в том, что записками называли какие-то личные записи, дневники, письма. А у изголовья придворных там всегда находился движной ящичек, в котором хранились личные письма и прочее. Вот почему книга называется «Записки и узголовья». Это совершенно изумительная вещь, говоря о которой Сэйси Ногон прославлялась как создательница такого жанра, как эссе. Здесь у нас частично дневник, частично размышления, и даже составление очень любопытных списков. Сейчас я вам подцитировал несколько. То, что наводит уныние, то, над чем посмеиваться, то, что заставляет сильнее биться и прочее. Весьма любопытные списки. У меня даже была мысль позаимствовать их и составить свои списки с схожим содержанием. Но как-то я решила, что они не станут обезьянничать. Очень многие боятся читать японскую классику в силу того, что западная культура очень отличается от восточной, тем более японской. И, опять же, такая разница между современностью и теми годами. Это может быть сложно для восприятия и многие другие причины. Но это совершенно не тот случай. Я тоже всего этого опасалась. Но, как выяснилось, непрасно. Слог изумителен. Очень легок, увлекателен. Где-то даже задолен. Читается очень легко, просто и быстро. Вы сами проразитесь. До какой степени это правда легко. Обычно японская классика более такая увесистая. А здесь, ну, как бы с горки скатился. И у книги в этой абсолютно совершенно уникальная атмосфера. Ставьте, в низину озеро. Вокруг прекрасной зеленой фолмы. Посередине самого озера качается лодка. Погода шепчет. Солнышко ласково греет. Оно не жарит, а вот именно ласково греет. Легкое, дуновинное ветерка, ласкающую кожу. Как у озера просто вот все в цветах, которые благоухают, невыразимо приятные. И вот вы лежите на дне этой лодки, что качается на середине озера. И волны ласково вас убаюкивают. И вот эта вся атмосфера вокруг, до вас наносится уникальный аромат цветов, невероятно душистых. И мир кажется таким ясным, прекрасным, душеспокойствием. Вот такое впечатление производит книга. Также автор талантливой поэтессы, она пишет «Танка». Это стихотворная форма японская, состоящая из пяти строк. Вот вы знаете, я никогда не стремилась писать стихи в японском стиле. Но, хотя их порой увлекательно читать. Но, когда я прочитала эту книгу, просто автор несколько своих стихов цитировала. Во мне возникло это желание, а это, согласитесь, хорошо. Я вам процитирую. Одно стихотворение она написала, когда поссорилась с Зерунды, вот правда и Зерунды, со своим очень хорошим трубом, в такой степени хорошим, что его в усмешку, шутя, при дворе называли ее братом. Хотя родственников у нее не было. Горы сестра и брат рухнули до основания. Четно теперь искать, где она, дружба река, что между нами струилось. Правда, классно. А вот еще одно, где она восхищается красотой садом. Как дерзко, как широко Ива размалевала тонкие брови своей. В этом саду весна, боюсь, лицо потеряет. Так здорово. Ну и я выписала также еще несколько цитат. Уже не стану вам их проводить, чтобы не докучать. Зачитываю они ими сплошными. И вот, вы знаете, такую книгу хочется постоянно держать под рукой. Вот прямо на своем рабочем столе, за которым вы постоянно сидите. Не потому, что она такая прям вот мудрая, премудрая, просто наполнена какими-то необыкновенными фразами. Хотя и такой момент присутствует. А просто потому, что она до такой степени особенная в каждом своем предложении, что вот просто хочется как можно чаще открывать ее наугад и случайно попавшиеся на глаза предложения читать. И мне кажется, жизнь как-то заград новыми красками. Вы будете видеть окружающий мир немного по-другому. Вот как бы не перехвалить, а то я вот сейчас захвалю книгу. Вы будете очень многого от нее ждать. Найдете, начнете читать и скажете, ну и вружка это Дашка. И то, что Сесси Нагон очень любила писать, подтверждает также невольная девушка, у которой, видимо, были конкурирующие отношения с нашим автором, о котором мы сегодня говорим. Они были современцами. Эта девушка тоже писательница. Ее звали Мурасаки Сикибу. Это автор повести о Кэнди. И она в пику ей ставила привычку, цитирую, «записывать каждую интересную вещь, которая попадается на глаза». Мне кажется, хоть она это и сказала в пику, как критику, но этим она ее больше похвалировала, чем критиковала. Во мне кажется. В общем, такие впечатления были у меня об этой книге. самые-самые позитивные и прекрасные. И, конечно же, я ее вам рекомендую для чтения. Пока-пока и до скорых книг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин